Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим потрясающий бой на Бэджере. Крутая машина, способная, конечно, выдавать замечательный урон по противникам. Но, естественно, Бэджер имеет ряд всяких таких вот неприятных моментов. Например, ПТ-САУ не особо-то и быстрая, уязвимый НЛД, и, конечно, ПТ-САУ зависит от союзников, которые должны прикрывать ей тылы. Ну а так, машина очень годная на самом-то деле, способная закрыть какое-либо направление очень хорошо, что, в принципе, и произошло на карте Ласвит в ущелье, где игрок наносит потрясающий урон и просто бесподобно танкует. Так что давайте смотреть и наслаждаться данным сражением. Ну а я вам еще и сообщу всякие интересные новости мира танков. Есть что сообщить. Действительно, хорошие новости наконец-таки появились. И рекомендую дослушать их и досмотреть до конца. Итак, друзья, первое, что стоит отметить, линия фронта на европейском сервере стартует в августе. Август у нас месяц переходный, соответственно, к более высокому онлайну у разработчиков, если брать. То есть лето постепенно начинает там заканчиваться. Ну и, соответственно, уже потом в сентябре и так далее, конечно, онлайн становится побольше. И разработчики добавляют много активности и много халявы. Так и произойдет, как на европейском сервере, так и на Лесте. Будет очень горячий и интересный месяц. Август, ну, возможно, даже на Европе будет чуть поинтереснее, потому что там всякие еще и фичи тестируют. Но в целом есть чем заняться в игре. Ну, будет, вернее, сейчас-то не особо-то есть чем, но тем не менее. И также разработчики готовят всякие вот эти вот нашивки для тех, кто любит смотреть турниры. Леста внезапно вспомнила про киберспорт. И теперь прям, я не знаю, какое-то помешательство на киберспорте. Ну, нравится Лесте к киберспорт. Я уж не знаю, с чем это связано. Но в любом случае киберспортивных всяких мероприятий будет в разы больше. И даже я говорил, что в одном из следующих турниров можно будет получить уникальный прем-танк. Какой именно сейчас пока что неизвестно. Но в любом случае прем-танк на халяву получить это замечательно. При этом это не только там для киберспортсменов будет, но и для обычных игроков тоже. Кроме того, вы можете по-прежнему на моем канале совершенно бесплатно выиграть золото. Тут, конечно, все-таки стоит отдать должное Лесте и сказать ей спасибо, потому что голду предоставляет именно она. Так что спасибо. Ну и вы можете выиграть голду, так что пишите свой игровой ник, смотрите видео внимательнее. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте в Волхаб. И попробуем выиграть прем-танк. Надеюсь, сегодня повезет. Так, СУ-100У. Ну, для начала весьма неплохой улов тут у нас. ПТ-шка хоть и, конечно, ну, сам по себе не особо интересная, но она дорогая. В принципе, ну, вот если переводить ее в золото. А вот это вот вообще классно. АМХ-СДИ, как там, СДИ-105. Ну, в общем, это хороший, действительно, приз получается, я так считал. Нормально так в голде выходит из продавать на сайте. Ну, давайте еще парочку раз. На пассажок, как говорится. Так, ну, я думаю, хватит. И также вот вам промокодик. Активируйте его побыстрее. И получайте бесплатно золото на сайте. И также не забудьте использовать промокод Маракаси при пополнении. В прошлом своем видео я говорил о том, что лучше всего сейчас копить свободный опыт. Так как в будущем его можно будет чаще использовать. И вот очередная новость, подтверждение моих слов. Соответственно, если вы хотите в дальнейшем получать очень много всего интересного, то свободный опыт копить стоит. Почему именно так происходит? Ну, я думаю, понятно. Очень много свободного опыта накопилось у игроков. Конечно, разработчикам это невыгодно. Так как им выгоднее, чтобы вы донатили на свободный опыт. Ну, или копили его в рандоме. И, соответственно, чтобы у вас не было там залежей, как сейчас. Поэтому в дальнейшем можно ожидать танк за свободный опыт. Ну, на лесте точно он будет. Также иное, мелкое, всякое, может за свободный опыт покупать. Ну, наверное, всякие 2D, 3D, стены и так далее. Два больших, соответственно, интересных нововведения будет. Можно будет купить за свободный опыт дополнительные всякие плюшки, которые будут прокачивать технику. Хотя и так свободный опыт используется для того, чтобы технику качать. Но в данном случае это будет юзаться каким-то альтернативным вариантом. Кроме того, конструкторское бюро, конечно же, где будет танк за свободный опыт и за дорогие ресурсы. Больше всяких событий, где будет использоваться свободный опыт. Так что, друзья, копим свободный опыт. Вот, пока есть время, пока некоторое затишье в игре. Потом уже в августе, тем более в сентябре, да и под Новый год, ну, когда он там наступит, тоже свободка вам пригодится. Также разработчики новую систему престижа в игру хотят добавить. Соответственно, это некоторая будет такая альтернатива трех отметок в игре. То есть, не все игроки способны три отметки взять. И даже некоторые и мастеров не могут часто получать. И, соответственно, хотят тоже как-то выделиться среди других игроков. Ну, и будет такая вот возможность копить специальную такую плашку уровня. Там будут системы престижа. То есть, ну, зависит от того, сколько вы там наигрываете. То есть, это уже больше будет зависеть не от того, как вы играете. Хотя это тоже будет учитываться, но в первую очередь это будет учитываться, сколько по времени вы проводите в игре на одном и том же танке. То есть, это самое важное. То есть, сначала танк нужно вывести в элитный. То есть, все там прокачать, все модули. После чего вы сможете копить на нем очки престижа. И когда вы добираетесь до определенного уровня, там сотого максимального, вы получаете все разнообразные там награды дополнительные. Можно при этом сбросить опять на этом танке полоску престижа и опять заново получать призы. В целом, система любопытная. И не все игроки заморачиваются с тремя отметками. А данная система, она будет вот нацелена на то, что у вас есть какой-то любимый танк, и вы готовы на нем много играть. И, соответственно, вы за это будете получать максимально много всяких разнообразных призов. Бофор Сторнваген у нас в продаже за 11300 золота. Ну и 1763 рубля. Мое мнение, что танк не особо интересный сейчас по нынешним меркам. Не назвать его прямо каким-то, конечно, слабым и никчемным, но в целом машина на любителя, скажем так. И цена, конечно, в Галде немаленькая. На мой взгляд, можно подождать что-то более интересное, подкопить золото на какой-то более интересный танк. Хотя, опять-таки, зависит еще от того, что вам больше нравится. Может быть, кому-то данный танк очень даже нравится, и он на нем нагибает. То есть индивидуальность тут некоторая тоже присутствует. Также аркада летний запуск, редшерский дрифт. Я лично жду запуск, потому что, ну, ожидаю много там всяких рофлов, чтобы там танки заскативали на крышу домов и все такое вот. Чтобы сделать хотя бы там несколько, ну, может быть, один хотя бы шорт интересный, но короткое видео. Соответственно, с 7 июля, то есть завтра до 9 июля будет длиться эта аркада. Если хотите поучаствовать, то, конечно, пробуйте. Кроме того, там будут, как всегда, некоторые награды за участие. Ну, может быть, небольшие, но, тем не менее, там немного бонд и кредитов. В целом, ну, разнообразие это добавляет в игру, какого-то напряга не добавляет, так что все отлично и можно этим пользоваться. Я считаю, то есть если вы как-то думаете, что данный режим бесполезен, то можете написать об этом в комментариях, но в данном случае я думаю, что все-таки интересная идея. Далее у нас в игре формируется такое вот некоторое количество людей, которые лезть и помогает в тестировании техники и во всяких других моментах, там, модерирование чата. Такие игроки и в Wargaming были, и всегда такие люди были. Ну, по сути, это обычные люди, которые тоже игроки обычные, то есть, ну, не какие-то там высокопоставленные, но, соответственно, они выполняют некоторую грязную работу. Да, где-то на Западе платят таким людям деньги, но у нас как бы за это всякие награды будут давать, то есть всякие 2D-стилы, которые сейчас на экране вы можете наблюдать, и тому подобное, то есть, возможно, даже какие-то прям танки и другие ресурсы. Потом, возможно, если появится информация, и как стать волонтером, сообщу вам, если вам, конечно, это нужно. Напишите в комментариях, как вам новости, и как вам сражения, и спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!